Привет, мои хорошие! С вами Селена Сывей, и сегодня у нас будет такое необычное, нестандартное видео. Мы будем просто болтать, и один из вопросов был, который, в принципе, часто мне задают. Мне сама было бы интересно вспомнить и рассказать вам что-то. Это вопрос о жизни в Москве. Как я туда попала, как там вообще жилось, какие мои впечатления о жизни в Москве, что мне там нравилось, не нравилось. В общем, сегодня будет такое видео, мы поболтаем, и я расскажу вам о том, как я жила в Москве, и как вообще мне, каково там было, и что я о ней думаю. С чего всё началось? Вообще у меня не было в планах вообще уезжать в Москву. Не, я всегда себя с детства видела, что когда-то я уеду куда-нибудь, и, конечно же, куда-то. Сначала Москва, потом куда-то за границей, Америка, там ещё что-то. Ну, как любая девочка фантазировала, ну, это было что-то далёкое ещё. В моей жизни, вот как часто я заметила вообще, что все желания и мечты, казалось бы, такие далёкие, они очень быстро все реализуются. Не знаю, может, они как-то сидят во мне так глубоко и надёжно, что, ну, не знаю почему. В общем, сложились так условия, что моя подруга тогда, на тот момент, мне было 16 лет мы вообще с ней познакомились, я училась на втором курсе профессионального училища. Денечка, давай я тебе что-нибудь дам, на, вот, пограй. Я училась на втором курсе профессионального училища, и мы с ней познакомились, и в тот момент как раз рассталась со своим первым парнем, она меня успокаивала. Мы с ней подружили какое-то время, и она встретила парня здесь, в Ростове. У парня, у этого было много родственников, и в Греции, по-моему, в том числе, и в Москве, и у неё была возможность поехать в Москву. Мы с ней всегда вместе обо всём этом мечтали. В общем, она уехала с ним в Москву, они начали там жить, там была квартира, они прям практически в центре, там недалеко от Судового кольца. И, конечно же, она начала звать меня. Может быть, ей было скучно и одиноко, и хотелось разделить со мной все впечатления, новшества. Она позвала меня туда, в Москву, жить с ней тоже. Я на тот момент работала здесь, в Ростове, и работу свою не собиралась бросать. Получала такие небольшие деньги, но, тем не менее, как-то вот мне нравилось. Я была такая начальницей, начальником у своего начальника. Я была начальником у своего начальника, со всеми могла договориться. В общем, с горем пополам, или не с горем пополам, не знаю, в общем, она меня так зазывала-зазывала туда, я как-то не хотела. Но в итоге поехала в гости к ней, и, пробыв там недельку, наверное, мы так погуляли с ней туда-сюда, мы устроились в клуб. Я говорю, давай попробуем найти здесь работу. Мы устроились в клуб, был тогда очень модный. Я устроилась туда, мы пошли вместе, и, в общем, нас там накрасили, привели в порядок. Это танцевальный клуб. Я хотела вообще, на самом деле, танцевать всегда с детства, мне вот нравилось. Но мы-то не умели танцевать толком, там обучали. Я думаю, как замечательно, можно ещё обучиться и танцевать. В общем, там вообще без опыта работы, без никаких навыков мы устроились туда работать. И проработали там один день. Да, недолго наша карьера существовала. В общем, нас накрасили, причесали там, волосы мне покрасили, вытянули, дали наряды какие-то. В общем, и случился тот день, вышла я, значит, в клуб. Ну, соответственно, там пока что просто нужно было там ходить, улыбаться, как бы создавать атмосферу, привыкать, смотреть. Вот, и за этот вечер я помню, что познакомилась с кем-то там в клубе, с посетителем, да, то есть там можно было знакомиться. И когда тебя угощали всякой выпивкой, общалась ты, в общем-то, тебе за это шли проценты. Это называлось консумация, по-моему, я не помню, как точно. Вот, и да, я в тот вечер заработала очень-очень много денег. Там был какой-то постоянный гость в этом клубе. Вот, нас сразу же познакомили. И мы сели за столик, начали общаться как-то как. Вот мы приехали с другого города, вот так, вот так, вот так, в общем, всё скромненько. Я не скажу, что я там много пила, но при этом очень хорошо заработала в тот день. Но я поняла, что это немножечко не моё. Я заработала где-то 300 долларов на тот момент. Вот 300 долларов, представьте, за эти 300 долларов мне нужно было работать два месяца здесь, в Ростове. Я, в принципе, поняла, что Москва — это такой город, где крутятся деньги, где можно зарабатывать. И я решила там остаться. Ну, представьте, я уже заработала себе, да, двухмесячную зарплату. По-любому можно что-то найти интересное, и зарплаты выше, и возможностей больше, и модельный бизнес там развит больше. Я вот хотела в модели идти. Ну, в общем-то, всё, я звоню своему начальнику и говорю, Лёша его звали. Я говорю, Лёша, всё, я больше не приеду. И с тех пор я осталась в Москве. Единственное, что поначалу мне было тяжело в Москве. Эти деньги, которые я заработала в тот день, я их растягивала, и мы, конечно же, ходили. Узнавали ещё, где можно работать. Я ходила по модельным агентствам, пока я не вышла замуж. Потому что это было совершенно случайно, это было уже через какое-то маленькое количество времени. То есть, что мы там тусовались. В принципе, у моей подруги был достаточно обеспеченный молодой человек. И что касается жилья, еды, там ни за что не нужно было нам платить. И мы тусовались. Да, это была молодость, я не буду рассказывать всех моментов каких-то, потому что, может быть, это и не нужно кому-то знать в плане тусовок. Но я тусовалась, была такая клубная девчонка. Мы посетили все клубы Москвы, наверное. Да, это были тусовки, это был алкоголь. И чего сейчас в моей жизни уже нету, я переросла, видимо. Но у молодости, я не знаю, может быть, у всех это было. Но, в общем, я была та ещё, от Орвы. От Орвы и выкинь. Но при этом скромная была. Скромная от Орвы. В итоге, в один из дней я зашла в Евросеть положить себе деньги на счёт. И, в общем, молодой человек со мной познакомился, взял у меня номер телефона. Потом этот номер телефона передал своему сослуживцу там какому-то. И в итоге я переписывалась, наверное, месяц или два с человеком, которого даже не видела. Но у него уже любовь такая ко мне возникла. В общем, это был мой вот, который бывший и будущий муж. На тот момент будущее, на сегодняшний день бывший. Мы познакомились с ним. Я очень часто приезжала домой. То есть я тусовалась там, допустим, три недели в Москве. И приезжала обратно сюда на неделю. И так было год, наверное. Первый год мне очень было трудно в Москве. То есть я одно время... Мне здесь в Ростове тесно. Я возвращаюсь туда в Москву. Классно, всё, тусовки. Потом что-то происходит. Всё-таки тусовки, они иногда выматывают. Даже не иногда, а часто. Они выматывают. И потом тебе хочется как-то домой, скорее домой к мамочке. И вот как-то вот так. И прошло немного времени, на самом деле. И всё. Я познакомилась со своим будущим мужем. Мы с ним пообщались две недели буквально. И через две недели я уже жила у него с его родителями. У нас были хорошие взаимоотношения с родителями. В общем, парень работал. Он работал в Евросети. Зарабатывал хорошие деньги. Как бы головитый такой был в этом смысле. Когда хотел. Я работала продавцом-консультантом в ларьке. Там, ну, такой не ларёк. Там был торговый центр. В торговом центре был косметический магазинчик. Вот так. Я работала. Вот. Я не буду рассказывать всех подробностей моей жизни с моим мужем. Что-то пошло у меня, да? Москва. А, ну да. Ну, это всё Москва, да. Потому что это не лучшее время в моей жизни было. Ну, как бы молодая. Всё поначалу прекрасно, замечательно. Казалось, да, ты вышла замуж раз и навсегда и так далее. И такая разбитая, разбитая такая мечта, что ли. В тот момент я поняла, что не всё так радушно в жизни. Надо снять розовые очки. И на самом деле этот момент сделал меня очень сильной. После того я, ну, как бы была намного жёстче. И с тех пор, мне кажется, началась моя такая жизнь. Даже не с тех пор. В общем, после того, как я решила со своим мужем расстаться. У нас чипы произошло маленькое. Да. После того, как я решила со своим мужем расстаться, мне в Москве некуда было идти. И, конечно, всё, что нажито непосильным трудом, да, нужно было как-то с собой брать, забирать. Идти совершенно некуда. И тяжело какое-то время я пробыла в таких условиях. Но у меня появилась подружка, с которой мы познакомились в модельной школе. В модельном агентстве. Я в школе как таковой сама не училась. В модельном агентстве познакомились. И она была москвичкой. Она предложила мне помощь свою, чтобы я переехала к ней на время, пока не обустроюсь в Москве, не найду себе там новую работу. Как-то вот, в общем-то, с ней побыла пока. Она жила одна, у неё была двухкомнатная квартира на шоссе энтузиастов. В общем, я к ней переехала. У неё просто была похожая ситуация, я так поделилась с ней. И она меня забрала. После этого, конечно, я ещё возвращалась несколько раз к своему мужу. Пыталась помочь, я так скажу, помочь. Это слово больше подходит к нашим тогда отношениям. Но помочь мне не получилось, так как человек, в общем, когда он решит сам для себя что-то изменить в своей жизни, тогда он будет это менять. И потом, в общем-то, через какое-то время началась другая моя жизнь, когда я отпустила своего бывшего мужа уже. поняла, что всё, он мне не нужен, и всё хорошо. Вот, так я работала в модельных агентствах долгое время, то есть в разных модельных агентствах. У меня уже было видео на эту тему, модельный бизнес в Москве. Я там рассказываю о нём. Да, были какие-то подработки. Конечно, это не так, что прям заработок ого-го хорошо, да? Вот. Конечно, были у меня молодые люди. Был у меня молодой человек один, очень состоятельный. Были и не очень состоятельные. Был молодой человек, с которым я прожила два с половиной года. Как бы работал, зарабатывал там 30 тысяч в месяц. И тоже... Ну, что, я работала продавцом-консультантом. Я работала в Адидасе. Я работала хостесом. Как-то вот, в принципе, жизнь моя проходила ярко. Благодаря модельному бизнесу было тоже очень много связей, очень много знакомств, очень много девчонок, тусовок. Меня, конечно, всё время тянуло в отношениях. Я всё время хотела каких-то отношений, серьёзных, любовь. Там же я встретилась с буддизмом, да, с буддийским учением. И очень много друзей у меня в связи с этим появилось. То есть, представляете, огромная квартира в Москве, это буддийский центр. Приходишь туда, там нереально много знакомств. И тоже вот жила я в Твери с молодым человеком. Тоже мы долго провстречались, были такие сложные отношения. Познакомилась именно там. Ну, в общем, жизнь в Москве кипела. Работа в Москве есть, зарабатывать можно. Также бизнес свой придумывали мы с подружкой. Вот познакомились с моей Любашкой, может быть, в Инстаграме вы видели. Азиатка такая у меня. Мы с 2007 года познакомились, и вот с тех пор мы дружим. Мы снимали одну большую квартиру в Москве с 2007 года, да, 2008 где-то, с друзьями. То есть, у меня был мой лучший друг. Все мы, конечно, познакомились именно в буддийской этой сфере, за что вообще большое спасибо. Эти связи, это вообще, честно говоря, жизнь моя изменилась тогда в Москве. До знакомства она была одна с ними, после знакомства другая. Мужчина у меня, этот был друг мой лучший. Он вообще был очень умный и мудрый человек. Он мои мозги вставил. Вот, на самом деле, на сегодняшний день, вот, я такой человек, что особо ни у кого не спрашиваю совета, да, я не мешкаюсь в своей жизни, я не делю там вот как и что в своей жизни. У меня вот всё чётко, всё чётко, и самое главное, знаете, как всё ясно. Такая ясность в голове есть. И раньше я постоянно по поводу без повода, я всегда спрашивала у него, он был намного старше и мудрее, и опытнее, плюс он, ну, практиковал очень много. То есть нереально крутой человек, нереально крутой ум, на который бы я хотела быть похожа, да, вот, именно взглядами и так далее. Ну, и умением, конечно, владать, и контролировать себя внутри, эмоции, наслаждаться жизнью так, как это он делал. В общем, очень много классных моментов, которые бы я хотела. И я перенимала каждый день, живя с ним рядом, да, вот, непосредственно. В одной квартире мы жили. Ночами не спали, чаи гоняли, там, да, днём мы все спали. Это он, на самом деле, помог мне, подавал идеи, чтобы я стала блогером, и благодаря ему, благодаря его толканиям постоянно меня к этому говорит, это твоё, это твоё, я на сегодняшний день сейчас блогер, вот. Это мой друг. Мы разъехались потом уже, когда я приехала в Ростов, он уехал в свой город. Вот, Любашка так осталась у нас в Москве, ну, у неё в Москве семья вся её. Вот, ну, они уже давно живут там, она ещё совсем маленькая, они приехали с родителями в Москву, так что она, считай, москвичка уже. Москва — прекрасный город, он большой, там можно вздохнуть. Но даже Москве, Москвы мне уже стало мало. Конечно же, хочется покорять вершины, покорять этот мир, а не только Россию там. То есть для меня Москва — это не что-то такое, что-то такое «О, Москва!» Это обычный большой город, где можно реализоваться. И вообще, на самом деле, я считаю, что, вот знаете, молодые люди, молодые ребята, если вот живут в каких-то городах, да, и вот работают постоянно на одной работе какой-то, ну, вот эта тема, короче, не для меня. Только если ты не безумно любишь свою работу. Вот твоя работа, вот как я сейчас, да, мне кажется, что я могу вообще в любой угол забиться, если у меня будет камера и интернет, всё. Мне ничего не надо, казалось бы, да. Но, с другой стороны, меня всё равно тянет куда-то, меня тянет куда-то в Европу, меня тянет куда-то вот туда, где я ещё не была. Мне хочется покорить какие-то высоты, мне хочется, чтобы где-то меня узнали, где-то услышали, я что-то увидела, кого-то узнала. То есть всё равно, мне хочется этот мир объять вообще вот так вот, вот так вот над ним. Я не зря назвала свой канал «Селена-вселенная». Да, я вот хочу всё это, всё это узнать. И то, что я, конечно, переехала в Ростов, мне просто здесь удобно, здесь все мои друзья, родственники уже все как бы приехали сюда. И когда я забеременела, мне, конечно, нужна была помощь моей мамочки, моих подруг, и как-то вот поменьше город хотелось, тем более в Москве я всегда снимала квартиру, а в Ростове у меня была своя квартира, поэтому я приехала сюда, поселилась в этой квартире. И вот она немного мне неудобная оказалась, особенно с ребёнком уже, когда маловато вообще для моих вещей, для всего, поэтому нужно переезжать в новую квартиру. Такая вот история в моей Москве. Мне она всегда очень нравилась, всегда есть куда идти, хотя при том, что мы жили там, постоянно у меня была подруга, с которой мы всё время не знали, куда пойти. Была одна подруга, и мы всё время вот сидели, и это была головоломка для нас, куда пойти. И любили мы, конечно, такие хорошие места, где можно было вкусно поесть, и жизнь моя была такая, знаете, периодами. То есть периодами было всё хорошо, было достаточно денег, как-то всё складывалось, периодами было как-то немного денег, и всё не так складывалось. То есть, в общем, жила я по-разному. Не могу сейчас всё как бы рассказывать, потому что моё видео будет смотреть мой молодой человек, и я думаю, ему будет неприятное воспоминание каких-то из моих молодых людей, поэтому я не хочу это освещать, как бы. Ну, жизнь моя была разная. Я так, при встрече, если кому-то будет интересно, могу это рассказать, то есть это не какой-то секрет. Хочу ли я снова туда вернуться? Да нет у меня такого желания, что прям хочу. Мне Ростов очень нравится при этом. Вот я сейчас съездила в Москву, походила по торговым центрам. Я люблю, да, вот торговые центры, они какие-то такие масштабные. Я не знаю, Москва ощущается у меня вот именно в торговых центрах в этих. Ну, классно, всё, повеселились. Погода не очень, правда, такси дорогое, квартиры дорогие. То есть я вижу, что там действительно нужно жить, пахать, очень много денег нужно, чтобы жить в Москве. То есть ты там как такой муравьишка, понимаете, в одном из этом. Тебе нужно пробиваться, пробиваться, пробиваться. Но я знаю, что кто пробивается, тот всегда найдёт себе дорогу, всегда найдёт связи. Там на самом деле столько возможностей, вы никогда не знаете, где вы можете оказаться, с кем вы можете познакомиться и куда это знакомство вас выведет. Главное иметь, конечно, на голову, на плечах интуицию, быть неглупым человеком. И тогда вас выведет именно туда, куда вы хотите. Вот. Но там, конечно, нужно трудиться, нужно работать, нужно либо иметь кто-то, кто там живёт, чтобы там помог как-то. Но вообще, вот, мне кажется, что вот люди, которые живут в каких-то городах провинциальных, нужно потихоньку, мне кажется, выбираться молодые, реализовываться. Я же начала говорить, да, вот если человек работает там, да, на одной своей какой-то работе, которую не любит, вот как я люблю Ютуб, да, нелюбимая работа. Мне кажется, нужно куда-то выдвигаться. По этой же профессии можно пойти куда-то в другой город. Вообще это классно. Ну, на самом деле, не всем это дано, да, но вообще это классно. Перемены, ты меняешь город, меняешь окружение, новые знакомства, новые высоты. Это очень круто, это жизнь, мне кажется. Вот, и я не понимаю тех людей, которые, знаете, вот, работают на одном и том же месте всё время. И такая жизнь серая и унылая, как бы ничего не происходит. То есть вот со стороны так посмотреть, знаете, жизнь, жизнь говно, я бы так сказала. Ну, лично для меня это было бы, если бы я оказалась в таких условиях. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Вот у меня были, кстати, отношения одни, где я прожила два с половиной года. Ну, примерно вот такая жизнь была. Скучная такая, серая. Работа, дом, работа, дом. Мне стало плохо просто, стало плохо, и я в итоге сбежала из этой ситуации, из этих отношений. У меня стали сразу сложные, сложные, сложная ситуация сложилась, из которой мне надо выбираться. И я тоже почему-то оказалась, что мне это нравится. Меня порой тянет в сложность. Я не люблю, когда всё хорошо, так знаете, всё, всё добренько вокруг. Мне надо, чтобы были какие-то задачи, которые нужно решать. А ещё при всём при этом, я заметила, что мне нравится, когда у самой задач кучу надо решать. Ещё кого-нибудь позвать, у кого тоже проблемы, и чтобы ещё и вести человека, помочь ему с его проблемами. Такая вот, маму, всё, прикинь. Всё, мои хорошие, я была рада поделиться своим опытом жизни в Москве. Надеюсь, я... Весь, весь просто вхажаю. Хрязнули. Ну, выкашлись. Не в то горло попало. Надеюсь, в общем, моя история... Надеюсь, моя история была вам интересна. Может быть, где-то полезна. Иди. Надеюсь, я ответила, как бы, на общие вопросы задаваемые, которые были интересны услышать. В общем, всё. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Впереди ещё много интересных видео, и будет ещё видео вот такого формата. Вот, болталочки мне понравилось. Вы узнали обо мне чуть больше. Как-то вот в голову так и не приходит сразу вот рассказать, что рассказать о Москве. Чё понравилось, чё не понравилось. Я даже не пойму сейчас. Вот вспоминаю, чё она говорила вам здесь. Сказала я чё-нибудь интересное вообще? Не пойму. Ладно. А, по поводу вернуться в Москву, может быть, я ещё и вернусь туда. Потому что Москва — это такая отправная точка. Скорее всего, Москва будет. Мы здесь поживём, может быть, в Ростове немножко посмотрим. Потом решим. Но я думаю, почему-то, что мы будем жить в Москве. Либо в Европе где-то. Вот. Над этим работаю. Все мои мысли вот как бы вот в этом закручены. Как бы всё идёт туда. К Европе. Ладно, всё. Я уже не знаю, что ещё сказать о Москве. В голову ничего не приходит. Может быть, будет второе видео. Дубль два, если что-то конкретное будет. Ну всё. Я вас целую, люблю. Прощаюсь до следующего видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!